Всем привет! И сегодня будет видео у нас о жизни в Турции. Для тех, кто сейчас только переезжает на воспеченных, я не знаю, как это видео назову, но факт в моей голове крутится мысль, видео о том, как делать не надо, как не надо поступать. Все это я на своем каком-то опыте, о том, что я здесь вижу, с чем я здесь встречалась, и хочу с вами поделиться этой информацией. Своим, естественно, здесь в Турции, вы не станете за первые полгода, и вообще, наверное, за десяток лет только вы до 10 годов проживания ассимилируете, и здесь многое поймете, о жизни здесь, о менталитете людей, и как-то более-менее будете себя, не то, что вы станете своей, а будете себя более-менее комфортно чувствовать. А чтобы стать своей, вы, наверное, десятки лет должны пройти, то есть здесь уже 15-20 надо жить. Так что если вы не востоковед по образованию, то турчанкой вы не станете за первые полгода, и даже за первые 5 лет, наверное, проживания здесь. Вы всегда будете здесь немножко чужим человеком, вы потому что родились, воспитались в другом менталитете. Я хочу отметить, что выглядит здесь смешно для местных жителей, какое поведение, со всем этим я встречалась здесь в жизни, как девушки наши себя вели, и хотелось бы отметить, что просто вы так себя не вели, и не казались смешными. Как знаете, турки в силу своего воспитания не выскажут что-то в лицо, в основном промолчат, но посплетничают, посудачат, либо посмеются, обсудят это, но для вас будут казаться хорошими. Если вам говорят о том, что что-то не то, значит масштабы огромные, потому что в большинстве случаев промолчат. Когда вы будете говорить по-турецки с акцентом, большинство людей будут нормально, нейтрально относиться. Большинство людей, даже когда ты хорошо говоришь по-турецки, местные жители есть такие, которые сделают вид, что ты говоришь стрёмно. Когда ты говоришь хорошо, внятно, чётко, знаете, спокойно, не тараторясь к идеальной артикуляции, чтобы тебя поняли, найдётся официант, продавец, сосед или ещё кто-то проходящий мимо, блин, не знаю, пассажир в автобусе, который сделает вид, что, вы простите, я вас не понял, то есть есть такие люди, вы будете говорить нормально, блин, но кто-то будет делать вид, что все даже вас не понимают, что ваш турецкий ужасный. Но я с чем сталкивалась? Девушка говорила на турецком языке плохо, в плане акцента, вот это ерунда, это не так важно, но грамматически вообще неграмотно. Она его учила сама по книжке, как там назвать, это забыла слово, в общем, по учебнику, самостоятельно, практиковала со своим турком, она живёт в России, с мужем турком своим, ну, с парнем с жителями живут в России, и в Россию приезжала она там, ой, в Турцию она приезжала в гости там, практиковала, только здесь дома, там вообще по сути, по-трецки она с ним не говорила, по-русски уже давно говорит её мужчина, но она уверена, что она говорит правильно, грамотно, очень гордая, и когда у неё что-то спрашивали, там, я не знаю, там, не знаю, как куда-то пройти, она там три ряда такой высказывалась, вот, наконец-то, повод пообщаться, попрактиковаться, пообщаться, но это выглядело очень смешно, потому что человек говорил на уровне, моя твоя не понимать, я тут сесть, я хотеть, да, то есть понимать, что грамматически, времён, склонений, что-то ещё вообще не было, ничего этого, люди просто офигевали, и так как здесь не принято что-то говорить, ну, как бы указывать на что-то, люди делали, переспрашивали просто, но девушке это было не вдомик, почему её переспрашивают, потому что её понять смысл не мог от того, что она говорит, я могу понять, я с ней тогда рядом была, да, потому что моя логика когда-то была та же, когда я говорила, например, с ошибками, а что она говорила, местные вообще понять не могут. Прошлое время, она сказала, либо в будущем она имеет в виду, либо сейчас это происходит, либо это уже произошло, короче, это была редкая суматоха но она с такой гордостью когда ей находились люди турки, которые ей все-таки делали замечания и когда она с этим сталкивалась, она была просто капец как уверена, что не идеальный турецкий потому что никто никакие замечания не делает все с ней стараются пообщаться ну в ее семье, где турки они никакие замечания не делали, она думала, что все идеально и в общем, какие бессовестные люди вокруг делают мне замечания на мой идеальный турецкий и каких-то вот этих мыслей она не допускала что что-то может быть все-таки не так что может быть все-таки не идеальный у нее такой язык и это выглядело не очень красиво, потому что она вступала в конфликт она агрессивно реагировала типа вот, мне делают замечания она была уверена, что все идеально критики, короче говоря, человек никакой не допускал от местных жителей которые знают, собственно, как говорить-то нужно вот это выглядело некрасиво мне просто в тот момент за эту девушку было стыдно не очень приятно ее поведение вот так делать не надо то есть если вам все-таки какие-то не просто в общественных местах переспрашивают но вы поймете, вот это ощущение здесь другое а когда вам все-таки как-то корректировать пытаются люди то, что вы говорите вы просто прислушиваетесь намотаете на ус и говорите правильно вы просто в дальнейшем избежите каких-то проблем недопонимания какого-то вам дают информацию уберите, впитывайте когубку, вам это нужно, вы учитесь такое, с чем я встречалась девушка пела песни на турецком языке пела она, ну она нормально разговаривала уже эта девушка, хорошо, в принципе по-турецки бегала но у нее был такой акцент в пении не очень всегда понятны были слова она очень волновалась, в принципе, когда поет и она постоянно пела турецкие песни она, скажем так, ну в караоке это было и был такой разговор и турки, ну скажем так, не то чтобы замечание делали но и так мягко намекали, мол, а что ты турецкие песни поешь это из тех людей, когда девушка очень любит Турцию и она переехала ради семитов, чая и всего прочего а не по-любию ради страны, ради города есть такие девчонки, когда так переезжают это тот вариант и она так влюблена в все турецкое, прям фанатеет и ей говорили, что ну блин, можешь по-английски пей ты же, английский язык знаешь и на своем родном русском пое, она гордо ответила тогда в этой ситуации я не люблю наши песни на своем родном языке я люблю только турецкий, английский я тоже не люблю я вот чисто фанат Турции, все только турецкое на нее тогда, конечно, посмотрели, мол по-любию, что это ужасно, это раз но ей никто это прямо-прямо так не сказал а два, это то, что, блин, надо уважать свою страну ну как можно сказать, что ты не любишь язык свой, да, родной на котором тебя родители воспитали в конце концов это тоже выглядело не очень красиво и девушка, ну она еще не понимала, как было почему она такого сказала, что у нее так отреагировали и люди там очень косо на нее начали смотреть это так готовить турецкую еду пытаться готовить но когда она несъедобная, невкусная и вам домочатцы говорят о том, что это ужасно или ой, ну, когда не могут вам в прямую сказать и говорят, ой, ну знаешь, может быть какие-то европейские блюда бы ты могла попытаться для начала готовить или, а, с турецкими блюдами попозже познакомиться но женщина продолжает стряпать несъедобное готовить недоготовленное, что-то невкусное то есть, когда человек уверен о том, что она в правильном направлении идет но это, знаете, люди уже просто в семье скажем так, из вежливости, ничего сказать, впрямую не могут но уже желудки у них сгибаются они начинают кушать в всяких кафе, не дома чтобы с этой едой, скажем так, с этой готовкой не сталкиваться дома у себя то есть, когда вам намекают о том, что все же не очень вкусно наверное, все же не очень вкусно и надо, может, где-то лучше подучиться либо взять какие-то уроки, советы или еще что-то то есть, надо понимать намеки здесь в Турции не все, да вообще не то, что не все единицы могут сказать что-то напрямую, по-честному, открыто, как у нас это принято здесь будут намекать и намеки будут такие прозрачные, что их порой очень трудно оценить и заметить вообще, что вам что-то говорят и намекают девчонки, имейте в виду, что если вам намекают в Турции это говорит о том, что масштабы проблемы большие я уже, надо реально что-то делать и к вот этим намекам, может быть, каким-то советам надо прислушаться, потому что масштабы уже за этим огромные стоят а просто в прямую вам никто ничего не скажет ну и последний пункт, который меня тоже сталкивалась но это вообще капец ой, это тоже, все вот это, в принципе, то, что я сегодня рассказываю на самоуверенность человека, да о том, что он хочет когда стать своим и он еще уверен в себе очень сильно, чересчур уверен в себе и он так вот прет на пролом не замечая того, что он может выглядеть как-то недостойно либо смешно и турки за ним за спиной пошутят обсудят, посплетничают о том, что я раньше в начале видео сказала может, в лицо не скажут но так выглядеть, это некрасиво будет, да вариант такой, политика когда новоиспеченная невестка в семье начинает про политику приходят гости, там, либо родственники или еще как-то и она высказывает свое, там, отношение к каким-то партиям турецким, политическому режиму тема политики в Турции последние годы особенно очень острая, да там, общество разделено очень конкретно здесь по партийности это очень любят обсуждать дома и там на работе и когда девушка начинает активно приезжая, там, живет год даже не два, а полгода где-то выучив только язык, начинает рассказывать я вот за эту партию а вот отношение свое какое-то, мнение по поводу ситуации политической в стране и все прочее вас высушают вам дадут право голоса может быть, даже поддакивать будут но потом это будет вообще, я не знаю, это будет обсуждаться это будет муссироваться среди родственников особенно, типа, у нихига у вас невестка, выскочка она что, у вас политолог, что ли, по образованию? почему она имеет право, как бы, да, что-то там рассказывает она не в курсе нашей истории, нашей страны, блин, что у нас здесь происходит политического отношения, взаимодействия людей почему она высказывается, да не то, что сиди, женщина, заткнись и молчи твое место там на кухне не в этом смысле, а в том, что вы здесь приезжий человек, вы до конца атмосферу не чувствуете политика очень острая тема здесь здесь люди ругаются порой до разводов у людей доходят, до скандалов братья-сестры годами не общаются просто поспорив, поругавшись на тему спорта, футбола они из разных там фанаток команд и у них разная партийность они одни за одну партию политически взгляд, другие за другую тут скандалы такие бывают куда нам иностранцам в это лезть вообще, я не представляю и вот когда девушки, которые еще только приехали хотят стать своими в стельку, быть наивиспеченной турчанкой, быть в теме и хвастаются, ой, да я в семье, там вообще все, я про политику все знаю, там со свекром общаюсь на эту тему мы обсуждаем не очень-то это и хорошо может быть с фекром, да, ему интересно вас послушать пообщаться с вами а приходящим к гостям, родственникам это лучше такое не показывать отношения но это будет выглядеть не очень красиво если честно и о вас опять же вот посмеются, либо за спиной обсудят вы будете выглядеть не в лучшем свете лучше немного язык свой придержать в этом плане дабы не показаться как минимум просто смешным чем вообще все это в виду? это примеры, какие-то истории, которые я вам рассказывала они очень простые до банальности где-то видео может уже встречались дело в том, что не нужно пытаться казаться кем-то вы должны здесь быть самим собой вас полюбят за то, какой вы есть ну, либо полюбят, либо нет но подстраиваться годами и жить здесь вы не сможете рано или поздно маски со всех будут сняты вы не можете все время улыбаться и говорить, как вы кого-то любите какие-то у вас там, я не знаю повадки еще что-то у вас есть и не можете людям брать годами не надо казаться быть кем-то для того чтобы понравиться либо стать здесь своим здесь с уважением отнесутся к людям которые показывают себя таким, какой он есть следующая мораль о том, что если вам турки на что-то намекают в вашем поведении что может что-то нужно изменить что-то отмечают это все-таки надо прислушаться они, наверное, не конченые идиоты потому что они здесь лучше промолчат а если в лицо вам что-то говорится значит так, масштабы это проблемы уже большие что они уже не могут молчать и дабы вас как-то обезопасить и от чего-то остеречь они вам дают намеки и если намеков не понимаете пытаются уже в прямую как-то говорить стоит прислушаться поэтому за полгода, за год вы турчанкой здесь местной не станете но если вести себя как-то неправильно и слишком самоуверенно и стараться из кожи он лезть стать своим в доску здесь вы просто за эти полгода, за год вы, ну не то чтобы опозоритесь прослывете какой-то дурной славой среди ваших знакомых и ваших родственников а вас может быть, не может, а точно будут судачить и будут смеяться за спиной а что-нибудь идти ни в кассу ни вам, ни вашему мужу ни вашим родственникам ближайшим то есть вы заставите людей краснеть за себя а оно здесь не нужно так что надо быть достойным человеком прислушиваться просто делать выводы какие-то что-то принимать, что-то нет но не напропалую как знаете, в голове уперто я иду напролом все, у меня есть цель без этого, пожалуйста надеюсь, это видео было чем-то для вас полезным для тех, кто только сюда переезжает советую прислушаться к нему буду ждать ваших комментариев на эту тему очень интересно с вами пообщаться что вы, какие особенности здесь замечаете кто сюда только переезжает в общение что может быть вас как-то шокирует не является для вас приемлемым или наоборот, что вас очень удивило в приятном смысле буду ждать этих комментариев скоро увидимся всем пока eater зё займiono па pin два Продолжение следует...